Светлана Веденеева встретилась с мамами особенных детей Александровска. Рабочая поездка первого заместителя министра труда и социального развития региона в Большое Зато состоялась в связи с многочисленными вопросами родителей. Часть из них касалась деятельности в рамках ограничительных мер. Из-за пандемии несколько месяцев были закрыты реабилитационные центры, учреждения поддержки и помощи населению. Все воспитанники групп временного пребывания отправлены по домам. Что стало серьёзным испытанием для родителей особенных детей. Но это, уверяет мама-ребёнка-инвалида Ярослава Сергеева, лишь часть проблем, которые вызвали ограничительные меры. Дети оказались отрезанными от образовательного процесса. Вся учебная деятельность легла на плечи родителей и социальных работников. Педагоги взаимодействуют. Нам надо, чтобы педагог занимался с детьми. Мы и так дома занимаемся, мы всё делаем, все указания, которые мы пишем, с ними читаем. Но одно дело, когда это делают родители, другое дело, когда это делают педагоги. То есть, ну, тут мы все видим разницу. Правильно, для этого мы ходим в школу, для этого есть у нас образование, потому что родители всё делать не могут. Дистанционное обучение для особенных деток не подходит, уверяют мамы. Только благодаря соблюдению строгих правил центры, включая Александровский, удалось вновь открыть. Сегодня девять детей проводят там время днём и восемь круглосуточно. И это, считают специалисты, уже победа. Да, у нас другие методики. Они больше ориентированы на формы игровые, но этот процесс очень непрерывный. Поэтому мамы должны быть спокойны. И мне кажется, что сегодня они услышали очень хорошо и прочувствовали этот процесс. Пришли на встречу с представителем Министерства труда и соцразвития и родители, чьи дети в силу возраста больше не могут посещать центры помощи. Молодые инвалиды из-за специфических особенностей не могут полноценно адаптироваться в обществе. Есть те, кто вполне может работать, но в маленьких городах столь узких специальностей для такой категории граждан мало. Другим по-прежнему необходим постоянный уход. Светлана Юрьевна убеждает, выход есть. Необходимо найти активных людей и создать общественную организацию. При этом общество сможет рассчитывать на материальную поддержку властей посредством грантов. Это своего рода разгосударствование услуг. Это своего рода возможность выбрать человеку альтернативу тому, что сегодня предоставляется на площадке государственных учреждений. Это своего рода возможности более широкого диапазона оказания социальных услуг в любых режимах дня. Общественников и родителей Веденеева пригласила прийти на консультацию в министерство. По мнению заместителя министра труда и социального развития, это весьма перспективная идея для большого зато. Таким образом, в созданной организации вполне можно будет трудоустроить и самих молодых инвалидов. Продолжение следует...